Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Даны соответствующие поручения государственным органам. Состояло заседание Совета безопасности Абхазии под руководством Аслана Бжания. Подсудимые протестуют. Пятеро обвиняемых по делу от районного убийства на набережной Махаджиров в ноябре 2012 года покинули зал заседания. Его используют уже более 5000 человек. Приложение для изучения абхазского языка Абдан набирает популярность. Начнем с официальной информации. Под председательством президента Абхазии Аслана Бжания состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией. Президент заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, первозаместителя министра обороны Василия Лунева о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации. Глава государства проинформировала о намерении в ближайшее время в очередной раз посетить военные подразделения Минобороны Республики. По итогам заседания президентам были даны соответствующие поручения государственным органам, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Противостояние мировых держав в украинском конфликте, использование все более совершенных и разрушительных систем вооружения, локальные конфликты на периферии Российской Федерации, а также заявления грузинских властей о возможности ведения боевых действий в Абхазии и Южной Осетии неизбежно ставят перед Республикой Абхазия вопрос о необходимости проведения мобилизационных мероприятий для усиления восточных границ республики. Об этом говорится в заявлении Высшего совета ветеранской организации АРО. В нем также отмечается. Со своей стороны еще раз подтверждаем, что готовы оказать в этом вопросе посильную помощь и поддержку. Настаиваем на проведении консультации с руководством Минобороны. В правительстве обсудили функционирование пенсионной системы в ходе совещания, проведенного премьер-министром Александром Анквабом с участием министра социального обеспечения и демографической политики, председателя Пенсионного фонда, председателя Парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, председателя Национального банка. Пенсионный фонд планирует полностью наверстать отставание. С 19 сентября фонд начал финансирование пенсий за текущий месяц категориям пенсионеров, связанным с Отечественной войной 92-93 годов. Кроме того, Пенсионный фонд до конца года рассчитывает на еще большее увеличение поступлений страховых взносов. По информации председателя Национального банка Беслана Барателли, число получателей российской пенсии сократилось с 32 200 граждан до примерно 25 000 человек. В этой связи Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплаты пенсий. Теперь пенсии будут выдаваться в течение 8-10 рабочих дней, что позволит выровнять график выплат месяц в месяц. Премьер-министр поручил руководителям Министерства и фонда принять все необходимые меры по своевременным выплатам пособий. Пенсии и доплат, улучшить результаты поступлений страховых взносов, более активно работать с должниками. Александр Анкваб предложил Минсоцобеспечению и Пенсионному фонду проработать совместно с Парламентским комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам нормативно-правовые механизмы в целях улучшения работы пенсионной системы страны. Состояние исполнения плановых задач по таможенным платежам обсуждалось в ходе рабочей встречи премьер-министра Александра Анкваба с руководством Государственного таможенного комитета Республики Утаром Хеце и Алясом Лабаху. По информации ГТК, выполнение годового плана составляет 82,4%. Руководство таможенного комитета отмечает при этом, что наблюдается сокращение объемов платежей по акцизным товарам, алкогольной и табачной продукции. Это связано с нарушением логистики поставок, вызванными санкционными обстоятельствами. По данной причине ГТК констатирует выпадение с планируемых акцизных доходов 460 миллионов рублей. По мнению председателя ГТК Утара Хеце, возникшие проблемы не скажутся на итоговых показателях. Премьер-министр поручил руководству таможенного комитета еще больше сосредоточиться на исполнении плановых заданий. Подсудимые протестуют. Пятеро обвиняемых по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года покинули зал заседания в знак протеста. Дело в том, что подсудимый Эрик Чкадо ходатайствовал о переводе судебного слушания в закрытый режим, то есть без посетителей и СМИ. Суд не удовлетворил ходатайство, и обвиняемые объявили, что покидают зал и запрещают адвокатам представлять их интересы. Суд объявил перерыв, во время которого адвокаты встретились со своими подзащитными, после чего суд рассмотрел только одно ходатайство о продлении меры пресечения. Подробнее расскажет Надежда Боровикова в ближайших выпусках новостей. Двух граждан России и Абхазии подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщает Южная транспортная прокуратура. Возбуждение уголовного дела в отношении них признано законным. По версии следствия, в марте 2022 года подозреваемые уклонились от уплаты 2,9 млн рублей за ввоз в Россию из Абхазии автомобиля Toyota Land Cruiser. Отмечается, что они предоставили таможенному органу документы с ложными сведениями о цели ввоза машины. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Министра здравоохранения Эдуарда Будба поблагодарили за поддержку Культурно-благотворительного фонда «Ашана». Директор фонда Мактина Джинджоли вручил Эдуарду Будбу благодарственное письмо за поддержку медицинской акции «Здоровое поколение». Целью проекта являлось содействие в укреплении здоровья граждан через повышение доступности медицинской помощи, содействие в введении женщин до и во время беременности, улучшение качества и доступности медицинской помощи жителям республики, выработка у населения культуры посещения медицинских учреждений. Эдуард Будба выразил слова благодарности и отметил, что Минздрав всегда готов оказывать поддержку благотворительным фондам, которые работают по благо здоровья нашего населения. 26 сентября Культурно-благотворительный фонд «Ашана» проведет благотворительный аукцион во имя жизни в стенах Абхазского государственного драматического театра. Там будут представлены уникальные лоты, коллекционные куклы, картины известных абхазских художников, памятные монеты Национального банка, ювелирные изделия, ценные книги. Аукцион носит формат закрытого мероприятия, вход будет осуществляться строго по пригласительным. Все вырученные средства с аукциона будут направлены на лечение тяжелобольного подопечного фонда «Ашана» Миши Реймана с неизлечимым диагнозом «булезный эпидермолиз». Сообщество водителей трансфера Республики Абхазии проводит благотворительную акцию, приуроченную к празднованию 29-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии и осуществляет сбор средств для оказания помощи инвалидам войны. По информации, на 21 сентября в акции приняли участие 354 человек. Уже собрано 471 тысячи рублей. Денежную помощь уже вручили семи инвалидам первой группы, остальные собранные средства будут вручены инвалидам 26 сентября в Центральном районных фондах инвалидов войны 1992-1993 годов. Приложение для изучения абхазского языка «Авдан» набирает популярность. Его используют уже более 5000 человек, в основном проживающие за пределами Кавказа, «Осетины», «Адыги», «Дагестанцы» и «Абхазы», так как приложение позволяет изучать несколько языков. Разработал приложение «Осетин» Магомед Магомедов. Наши корреспонденты пообщались с абхазским участником проекта Ли и Ильей Чехерия. Подробности у Марианы Котовой. Картинки, которые очень интересные. Приложение «Авдан» произносит звуки и слова абхазского языка. Но смартфон при этом не должен стоять на беззвучном режиме. Весь алфавит и около 500 слов сопровождаются картинками и озвучкой. С помощью приложения можно изучать несколько кавказских языков. А началось все с осетинского. Затем молодые люди, обеспокоенные сохранением родных языков и диалектов, объединились и стали развивать приложение как инструмент для изучения родной речи. Инициатива пошла от наших братьев-соседей, у которых так же, как и у нас, большая проблема с родным языком, а именно с его изучением среди подрастающего поколения. И они как-то искали выход и решение этой проблемы. Познакомившись через соцсети, обдумывать стали данный проект. И вот как-то зародилась такая идея. Впоследствии уже было создано приложение сперва на «Стинс», в «Стинском языке» было задействовано очень много ребят со всего Кавказа. Мы не состоящие ни в каких-то организациях. Мы просто молодые ребята, которым хочется что-то делать хорошее для своих народов. И как-то взаимодействовать так было всегда по истории. И мы хотим это продолжать. Приложение находится на первом этапе разработки. В нем представлена лексика, но если Авдан будет популярен среди пользователей, то разработчики добавят туда и грамматику. Между тем, как показывает практика, самое главное в языке – знать значения слов и уметь их произносить. Сегодня приложение дает возможность овладеть этими знаниями и навыками. Используя наше приложение, допустим, был такой пример, парень рассказывал, он когда ехал на учебу или по вечерам дома находясь, одевал наушники, включал приложение и произносил каждую букву вслед за диктором. Также он использовал слова. Допустим, нам говорят, там у вас 400 слов, 500 слов, это же недостаточно. А там такие слова, которые… Если человек выучит эти слова, сможет правильно их произносить, 90% остальных слов ему будет легче учить. Он будет просто как новое слово, допустим, на русском языке запоминать. Среди друзей Ильи есть те, кто не знает абхазского языка. И, по его мнению, это не личная проблема тех, кто не знает. Это проблема всего общества. Это говорит о том, что подход к изучению государственного языка в принципе не верен. Проблема абхазского языка – это не проблема какой-то личности или определенного человека. Это наша общая проблема и трагедия. Сегодня же я вижу тенденцию, когда эту проблему накидывают на человека. Это встречается в школах, когда ребенок только сталкивается во втором классе, допустим, с абхазским языком, и на него идет такое давление, можно сказать. Да, это делается не специально. Илья, скорее всего, думает, что таким способом человека смотивирует выучить. Илья в совершенстве владеет родной речью, хотя и учился в русской школе. И его пугает, что происходит с учениками абхазских школ, когда в пятом классе все предметы они начинают изучать на русском. Это полностью ломает их восприятие и языка, и предметов. У меня мама преподавала в начале 2000-х годов русский язык и литературу в абхазской школе. Недавно, в начале карантина первого, маму попросили заменить преподавателя полгода. Когда она заменяла, заменяла также в абхазской школе, это был пятый класс и шестой класс. Это был ужас, по ее мнению. Ребята, дети, которые переходили резко с абхазского на русский язык, они не знали алфавит, им было сложно переключиться. Приложение – это лишь один из инструментов, позволяющих начать изучать абхазский язык. По словам Ильи, невозможно без погружения в языковую среду овладеть речью. Как он говорит, необходимо больше фильмов, мультиков, сайтов, групп в соцсетях, где будет только абхазский язык. И они должны быть интересны пользователям. Изучение языка должно быть увлекательным и иметь смысл для каждого отдельного человека здесь и сейчас, потому что глобальная цель сохранить язык доступна не всем. Каждый язык – это история, и не просто история, это быт, культура. Именно в языке сохраняется то, что не сохраняется на бумаге. Допустим, наши архивы, сколько бы ни сжигали, сколько бы нашу историю ни уничтожали, в нашем языке сохранилась эта история. Это географические названия, горы, рек – это то, что не смогут стереть. И именно сохранение языка, его развитие, продолжение, продолжение этой идентичности, мне кажется, основная задача государства. Как по мне, государство нужно обществу только для того, чтобы сохранить свою идентичность, культуру, язык. Если этого не будет, зачем нам государство? Приложение бесплатное, интерфейс понятен, чтобы начать понимать и понятно говорить. Достаточно выучить те слова, что есть в приложении. Грамотная речь – это следующий этап, на который невозможно попасть, не пройдя первый. И еще важно не стесняться. Не все, даже те, кто с рождения, знают язык, какой бы то ни было. Говорят о нем правильно и красиво. Делегация Министерства сельского хозяйства во главе с первым вице-премьером министром сельского хозяйства Бесланом Джоупо принимает участие в пятом международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, который проходит в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие представители всех областей рыбной промышленности. На площадках форума обсуждаются различные вопросы от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю. Купальный сезон завершится 1 октября. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Республики Абхазии после консультации с Государственным комитетом по экологии назначила дату официального закрытия купального сезона. С 1 октября 2022 года все пляжи на территории республики будут считаться нефункционирующими. В связи с чем из акватории общественных пляжей будут изъято ограничительные буи, а работа спасательных пунктов приостановлена. Туризм и рейтинги. Абхазии лидируют по ценовой доступности среди пляжных турпакетов отдыха на 10 ночей с вылетом с 1 по 7 октября, сообщает Ассоциация туроператоров России. Второе место занимает Сочи. Отдых может обойтись в 46 и 56 тысяч рублей на двоих. В пределах 100-150 тысяч рублей стоит 10-дневный тур в Турцию, Арабские Эмираты, Египет и на Шри-Ланку. Путевки в Катар, Бахрейн и на Сейшел обойдутся уже дороже в диапазоне 150-200 тысяч рублей. Спорт. 21 сентября в московском Вегас-Сити-Холле прошел вечер профессионального бокса «Шаму Боксинг-72» Дериси Побеждай. В турнире провел свой первый профессиональный бой абхазский боксер Герман Арджения, который в поединке, рассчитанном на 4 раунда, победил в первом техническим нокаутом спортсмены Узбекистана Агарбека Тимирова, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Ко дню победы с 28 сентября по 2 октября в Сухуми пройдет открытый республиканский турнир по баскетболу среди мужских команд-ветеранов. В нем планируется участие команд из Новосибирска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Черкеска, Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Сентуков и Абхазии. Юные абхазские борцы заняли призовые места в открытом республиканском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти мастера спорта России Роберта Джимакулова в Черкесске. В турнире приняли участие около 400 юных спортсменов из Абхазии, Карачаева, Черкесской республики, Республики Дагестан, Краснодарского края и других регионов России. По итогам турнира абхазские спортсмены заняли одно, второе и четыре третьих места. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 23 сентября в Абхазии облачная с прояснениями погоды. Умеренный дождь, временами переходящий в сильный ливневый с грозой. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью 12-17, днем 15-20. Температура морской воды 24 градуса. Волнение морской воды умеренное и значительное. А на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова